Домская ТВ Домская ТВ Домская ТВ Какая вот первая эмоция? Вы об этом узнали минут 7-8 назад? Что почувствовали? Вечер действительно стал добрым. Но злорадствовать это не о чем. Злорадствовать будем тогда, когда на его пост следующий станет какой-то дурачок или более-менее честный человек. А что вот не так с Виталием Чуркиным? Ну вот часто мы слышали, что он врет. Ну, конечно, это позиция всех должностных лиц Российской Федерации. Это их нормальное поведение. И проблема не в том, что он врет. Врут все на свете. Проблема в ответственности за это. Ни одна из тех стран, которые себя позиционируют как страны, которые готовы вмешаться в этот конфликт, не призвала никого к ответственности. Они очень глубоко соболезнуют. Это чушь собачья. Есть Будапештский меморандум. От этого можно отталкиваться. Все остальное. Есть подтверждения, факты, документы. И есть трибуналы разные международные. Ну, понятно, о чем я говорю. И вот только после того, когда эта система заработает, можно что-то говорить. А сейчас это скорее злорадствование над умирающей системой бюрократии и демократии Евросоюза и всех остальных. Вы сейчас говорите об изменении отношений Евросоюза вообще по отношению к Украине, к конфликту Украина-Россия. Или вы говорите о замене человека на место, что придет другой. Вы говорите глупый. Я же говорю, от этого может что-то поменяется, если на то место станет либо дурак, либо честный человек. Что, к сожалению, вряд ли. А все остальное это проблема целой системы. Я же говорю, умирающей. Потому что это не только проблема украинского конфликта. У них есть проблема с сирийцами. И не только с сирийцами, с другими разными экстремистскими группировками, которые пользуются так названной демократией в своих целях. Это все пагубно влияет на весь мир в целом. И все задумываются о проблемах с геями, еще с кем-то, еще с кем-то. О девушках, которых насилуют, о лесах, которые вырубают, о людях, которые умирают с голоду. Об этом никто не думает. Расскажите, как было три года назад. Вы были участником. Зато ли вы стояли, что сегодня хотели увидеть и чувствовать, просыпаясь утром? Это... Необъяснимо так просто. Вот как-то... Это насколько... Вот я сейчас очень скептично к этому всему отношусь. Вы жалеете о том, что вы выходили? Ни в коем случае. Я никогда не жалею о том, что я делал. Это моя жизненная позиция. Но помимо того, это коллективное сознание. Это большой прорыв как для меня, как для личности вообще. Вот. То, что я увидел, это невозможно описать никакими другими словами. Но все-таки тогда это было нечто бессознательное, коллективное. Это, знаете, две грани одного и того же. То есть, это сознательно-бессознательно. Человек приходил, ему никто не говорил, что делать. Никто не рассказывал, как, почему себя надо вести. Человек чувствовал, на что он способен. Кто-то мог таскать большие мешки, но не мог кидаться. Он это делал. Кто-то... Вот приходила идея хорошая. Неважно, это был командир типа Парасюка или просто обычный человек. Он говорил, ребята, есть лопаты, давайте расчистим тропинки для ручеев воды, которые там от сборной. И все это делали. Вань, мы понимаем, о чем вы говорите. Хотелось бы вот понять и услышать ваше мнение как очевидцы. Вот приходили люди с одними и теми же мотивами. Вот вы видели... Безусловно. Абсолютно разные мотивы. Во-первых, нужно понимать, что большая часть тех людей, которые проводила непосредственно силовые или физические контакты с другими, это не еврооптимисты. Поэтому Евромайдан, ну как-то по сути не Евромайдан. Это просто Майдан, да? Там Майдан достоинства еще как-то это называют. А те люди, которые говорили, вот, мы должны мирно-мирно туда-сюда, это люди, которые в большинстве своем сейчас запаразитировали на этом. Вы помните сообщение о первых смертях на Майдане? Конечно. Безусловно. Я на тот момент уже был чуть дальше сцены, поэтому позже было. Вот это нас три года. Лет 17, наверное, 16. Ваше первое чувство, вот что? Страх. Конечно, страшно всегда было. Или наоборот, какой-то азарт, идти, помогать. Нет, азарт — это не то слово, вы знаете. Это больше… Но азарт ведь был там. Я читала и книги, и слышала людей, которые там находились. И вот был азарт, и вот это какая-то стихия… Вас подносит, как на волне, действительно. Это так. Но это дух, это запах, понимаете? Он в воздухе есть. Когда мне говорят «Майдан», я не вспоминаю людей, я не вспоминаю времена. Я вспоминаю оранжевое и синее небо. Я вспоминаю дым и запах паленой резины и бензина. Это очень, знаете, атмосфера целая. Это так не получается. Это как ветер. Он, знаете, ветер перемен. Подул, и все. Ну вот сегодня, спустя три года, Майдан — это обман или нет? Обман, все остальное. Вот для меня Майдан — это не обман. Как я могу сам себя обмануть, правильно? Ну, я должен быть честным перед собой. Я знаю, что я искренне верил в то, что это что-то поменяет. И ничего не изменилось, на ваш взгляд? Изменилось. Ну, непонятно, в какую сторону. Люди, которые к чему-то стремились, они все пропали. И дали каких-то позитивных решений, изменений. Как быстро это вообще может и должно происходить? Вот некоторые аналитики говорят, раньше, чем через три года никаких изменений, в таких условиях в принципе ждать, ну, очень нелогично и глупо. А в некоторых случаях и от пяти лет нужно подождать, чтобы понимать, что здесь тема как-то... А здесь не бывает некоторых случаев. Здесь только конкретные случаи бывают. Потому что менталитет у каждого свой... Ну, то есть я не могу привести пример на любой другой стране. Но мы сейчас говорим про украинский реализм. Если говорить про украинские реалии, то мы глубоко давно проиграли эту войну. Она идет у нас в головах. У нас сильно много паразитов. Сильно много людей, которые позиционируют себя хорошими словами и правильными людьми, честными, добрыми и хорошими, отзывчивыми. На самом деле это люди, которые своими руками делают рейдерские захваты. Это все люди, которые поднялись на этих Майданах. Все те поруби и так далее, и так далее. Он был членом... Давайте пригласим к нашей беседе. Присоединим еще одного человека. Вячеслав Азаров, лидер Союза анархистов Украины. Здравствуйте. Добрый день. Приветствуем вас. Приветствуем, Вячеслав. Ну вот мы разговариваем с одним из участников того тех дней 2014 года. Не зато стояли. Вот такая фраза прозвучала. У вас такое же мнение? Ну, придется начать немножко издалека. То есть мы к самом начале протестов Майдана с интересом к ним отнеслись. Потому что такие лозунги, как самоорганизация, децентрализация, прямая демократия, они просто были вписаны с анархистских программ. То есть поэтому наши представители, в частности из Киевской области, присутствовали на Майдане в Киеве. Мы тут наладживали отношения с местным Майданом. Но, тем не менее, присутствие ультраправых и определенные олигархические тенденции в Киеве нас предостерегали от этого. Вячеслав, давайте все-таки поговорим. Мы больше говорим сегодня о том, что произошло и чего, возможно, не произошло после событий на Майдане. И вот хотелось бы очень тезисно, потому что и телефонная связь вообще у нас не так много времени до новостей остается. Тезис на перелом сознания украинцев после Майдана. Произошел ваш вариант ответа, да или нет? Произошел в той степени, что все еще надеются на последовательную демократизацию общества, которая при нынешнем режиме все менее вероятна. Повышение уровня свободы произошло, как вам кажется? Наоборот, сворачивание свобод, сворачивание социальных и трудовых прав с нашей точки зрения. Поэтому мы находимся в оппозиции. Уровень обороноспособности страны повысился, да, нет? В общем, да, но смотря какой... Повысился. Декоммунизация, как процесс, явление происходит? Происходит, но она захватывает и положительная вещь. Создана полиция как инструмент? Полиция создана? Ну, скорее всего, создана полицейская государство с нашего точки зрения. Ну, тем не менее, полиция у нас есть, она рабочая. Ну, это уже ваши формулировки. Да, разумеется. Есть. Реформа в образовании есть. И мы сейчас поговорим о том, что на самом деле плохо, на ваш взгляд. То есть я дам вам эту возможность. Какой еще вопрос был? Реформа в образовании. Ну, вообще, процесс реформирования происходит? Процесс реформирования происходит, но он происходит в имущественных и социальных интернетах узкой группы населения. Активное гражданское общество работает? Только та часть общества, которая поддерживает правящую власть. Остальное все подавлено. Обновление политических элит? Смены политических элит не произошло, я думаю. То есть сменились некоторые олигархи у власти. Спасибо вам. Ну, дискуссионный, конечно, вопрос. У нас нет просто времени каждый из них обсуждать. Мы услышали вашу позицию из того, что плохо, скажем, условно. Могу вас, наверное, предвосхитить. Это и падение гривны, и потеря Крыма, и война на Донбассе. Но это такие главные вещи, которые можно... Ну, и коррупция. Много говорим о том, что борьбы с коррупцией, которая была анонсирована, ее не происходит. Еще что-то можете добавить? Да, то есть любая революция подразумевает расширение социальной базы управления в обществе. Вот как было правление немногих при Януковиче, так и сейчас правление других немногих при Паратенте. Владислав, вот я уверена, что есть что возразить по этому поводу нашему гостю, Иван Вышатый, активисту на студии. Ваня, вот вам слово по тому, что было сказано, если тоже можно тезисно как-то объединить и парировать. Ну, речь вот Вячеслава, она, во-первых, пропитана абсолютно вот такими левыми идеями, она вот чувствуется во всех словах. Не могу сказать, позитивно это или негативно. С моей стороны, конечно, негативно, наверное, отчасти. С другой стороны, я могу сказать вот по поводу обороны, ну, обороны возможностей нашей страны. Да мы никогда не знали, какая у нас оборонная способность. У нас никогда не было критических ситуаций. Все наши ситуации сводились к ВВ, да, ну, к тому ВВ. То есть это подавление внутренних конфликтов. У нас не было никаких таких вот, или миротворческие сути. Образование, какое образование? Это смех, это те проблемы, ну, у нас остатки есть того образования, которое у нас было. ЗНО, да это скорее, знаете, такое скоростное, как это культурное слово подобрать бы такое, скоростное натягивание, знаете, учеников, которые после сдачи забывают всю свою информацию, вместо того, чтобы систематические знания... Это отдельная тема, давайте, да не будем тоже ее развивать. Это абсолютно нерабочая структура, она вообще нерабочая. Это инструмент, но инструмент в чьих руках? Это инструмент в руках олигархической власти, это все правильно. Соответственно, это не является определением той полиции, которой она должна быть. Это не полиция. А что касается определения... Что получается, что вы в основном согласны с Вячеславом? Да. В большинстве случаев, да, изменения пошли в худшую сторону. Но во многом, во многом это наша вина. Вячеслав, ну мы дали возможность вам услышать мнение нашего собеседника, который находится в студии. Благодарим вас, что присоединились к работе нашей студии. Вячеслав Азаров, лидер Союза анархических сил Украины. Мы уже будем подводить итоги непосредственно беседы с вами, Иван. Иван, прозвучало в одном из наших сюжетов мнение киевлянки, что Майдан еще не закончился. Есть такое у вас в голове? Безусловно. Революция считается закончена тогда, когда хотя бы основные ее цели есть реальные. То есть они становились уже. Да, у нас этого нет. И опять-таки в этом наша вся вина. Вот мне нравится этот на самом деле тезис. Он действительно ключевой. Когда мы часто, это либо часть менталитета, либо есть какие-то предпосылки реальные к этому, мы очень часто говорим о том, что полиция виновата, власти виноваты, нардепы не те, местные депутаты не те, все не те, а вот население просто идеальное. Нужно что-то самим делать. Правда ли? Бюроки, потому что. Да, не нужно делать. Нужно сопротивляться. Полицейский, он тоже гражданин Украины. Если он видит несправедливость, он должен ее исправлять. В своих рядах, в чужих рядах. Ну, смотрите, мы же уже бунтовали, мы же уже прошли Майдан, мы сопротивлялись. Значит, друзья, пора принимать какие-то другие методы. Значит, нужно... Более созидательные. Система, она учится всегда, она учится быстрее, чем мы, чем мы можем придумать об этом. Был Майдан, научились как с этим работать. Появился корд, который не будет думать, он будет стрелять. Эти хоть 20 дней, там 30, 3 месяца думали, да? Эти не будут, им сказали, они сделают. Новая полиция, патриоты, которые были на Майдане, точно такой же беспредел разводят. Он, это, оно, знаете, оно прям... Хотелось бы, знаете, Иван, перейти из плоскости бесконечной критики в плоскость конструктива и понятных каких-то механизмов. Если они есть, то их пора озвучивать, если их нет, тогда о них нужно думать. Ну, на сегодня, наверное, беседовать уже не будем на эту тему. Мы благодарим вас, что нашли время. Спасибо вам, что были там три года назад. Иван Вышит, активист, был у нас в гостях. Передаю вам слово нашей коллеге Олесе. Наверное, она ознакомит вас с последними событиями к этому часу. А уже после новостей вернемся мы в студию. Дождитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА